Уважаемые предприниматели, я сегодня хотела поговорить о ваших действиях в условиях ситуации, связанных с распространением коронавируса в нашей республике. Документы, которые регламентируют вашу деятельность в этот период, начали приходить практически ежедневно. Первый указ, в котором вводились ограничения, был издан еще 18 марта. С каждой новой редакцией добавляются какие-то новые позиции, новые ограничения, а уже в документе, например, от 6 апреля уже добавились некоторые послабления. В документе отражены основные требования к работодателям. Вы, как работодатели, должны обеспечить максимальные условия защиты своим работникам. То есть вы должны стабдить своих работников средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками, чтобы ваши работники были защищены от заражения инфекцией. В редакции от 1 апреля указа о введении режима повышенной готовности было введено такое понятие, как социальное дистанцирование. То есть для того, чтобы предотвратить заражение населения, ввели расстояние 1,5 метра, чтобы люди соблюдали эту дистанцию. Эта дистанция, например, в торговых точках должна быть обозначена путем нанесения соответствующих размеров на торговых площадях. Объявления об этой социальной дистанции должны быть размещены на входных группах торговых объектов. То есть вы тем самым, соблюдая эту социальную дистанцию, защищаете ваших клиентов, ваших покупателей от возможного заражения. Если в первых нормативных документах, регламентирующих вашу деятельность в рамках защиты от коронавируса, разрешены были деятельности очень ограниченного количества, ограниченного вида хозяйствующих субъектов. В первых редакциях однозначно было указано, что без ограничений могут продолжать деятельность хозяйствующие субъекты непрерывного цикла, медицинские учреждения, аптеки, магазины, реализующие продукты питания, товары первой необходимости, а также организации и учреждения, обеспечивающие деятельность тех учреждений, которые не прекратили свою деятельность. В последующем добавляются уже новые виды деятельности. В документах, в указе главы Республики Пашкортостан присутствуют также магазины строительных и хозяйственных товаров. А уже в редакции указа от 6 апреля добавились ряд видов деятельности. Хочу их озвучить. В перечень органов организации, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлено, добавились сельскохозяйственные организации, организации общественного питания. Но сразу оговорюсь, по организациям общественного питания есть ограничения, которые были отражены в предыдущих редакциях указа. То есть параметр полтора метра между посетителями у организации общественного питания появилось намного раньше, чем как требование в иных формах обслуживания. Организации, осуществляющие охрану, защиту и производство лесов, строительные организации, организации, предоставляющие услуги связи, средства массовой информации, организации, предоставляющие ветеринарные услуги, зоомагазины, ритуальные салоны, химчистки, автосервисы, организации, индивидуальные предприниматели, граждане, обеспечивающие население строительными, хозяйственными товарами, товарами для дач, садов, огородов, запасными частями, комплектующими изделиями для автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники, тканевыми материалами, печатной продукцией, средств массовой информации, пунктов выдачи интернет-заказов и организации, предоставляющие услуги дистанционным способом. То есть перечень видов деятельности существенно расширился, но при этом мы акцентируем ваше внимание на соблюдении беспрецедентных мер безопасности. То есть первое, что мы обращаем свое внимание в мониторинге, это обеспечение ваших работников средствами индивидуальной защиты. То есть каждый работник, который обслуживает население, должен быть обеспечен маской и перчатками. И запас масок и перчаток должен быть такой, чтобы у работника была возможность поменять эти предметы каждые два часа. То есть вы всегда должны иметь определенный запас. Следующий момент, на который мы обращаем внимание в мониторинге, это соблюдение дистанции, социальной дистанции. То есть если ваше помещение, где вы обслуживаете население, если ваша деятельность позволяет обслуживать население, и ваше помещение маленькое, то обязательно должно висеть объявление о том, что количество людей, которые могут находиться одновременно в помещении, ограничено. То есть, например, если ваше помещение не позволяет двум одновременно людям находиться и соблюдать дистанцию полтора метра, то так и пишем объявление. Внимание, если в зале находится клиент, просим не заходить. Обязательное наличие разметок в том случае, если в помещении может одновременно находиться большое количество людей. То есть у вас должны быть на полах нанесена разметка, обозначающая дистанцию полтора метра, чтобы люди могли понять, каким образом перемещаться в помещение, чтобы очень близко к другому покупателю или другому клиенту не подходить. И о соблюдении дистанции надо сообщать покупателям, клиентам, акцентировать их внимание, чтобы в зоне обслуживания, особенно у КАС, люди не подходили близко друг к другу. То есть мы на все эти моменты обращаем внимание. Мониторингом мы занимаемся регулярно, изменениями мы до вас доводим. Если у вас какие-то вопросы возникают по осуществлению деятельности, по оформлению документов в рамках мероприятий по защите от коронавируса, вы в любое время можете обратиться ко мне. Мой телефон 8-917-433-0707. Звоните в любое время. Если я не могу ответить на ваш звонок, я обязательно вам перезвоню. Если хотите, можете набрать сообщение в WhatsApp. Как только у меня появится возможность, я обязательно вам перезвоню или напишу ответ на ваше сообщение. Еще хочу немного рассказать вам об оформлении документов, которые вам необходимо сделать для того, чтобы вы могли спокойно перемещаться в рамках мероприятий по защите от коронавируса. То есть режим самоизоляции предполагает нахождение дома, а уже если вы находитесь на улице, вы должны иметь при себе определенные документы. До 6 апреля 2020 года для того, чтобы вы могли ходить на работу и с нее, и выполнять свои трудовые обязанности, вы оформляли справку установленного образца. Она у нас была размещена на официальном сайте администрации Янаульского района и наук.башкорстан.ру. Уже 6 апреля с редакцией указа была доведена форма документа, которая называется пропуск. Этот пропуск оформляется на все случаи, когда ваш работник находится на улице, так скажем, или выполняет свои трудовые обязанности. Этот документ обязательно должен быть, и с ним надо еще предъявлять документ, удостоверяющий личность. За все сведения, указанные в этом документе, несет ответственность именно работодатель за достоверность сведений, так скажем. Ацентирую ваше внимание, что в связи с сведением ограничений по защите от коронавируса предусмотрены беспрецедентные меры к жителям, которые пренебрегают правилами и ограничениями, так скажем. В отношении граждан может применяться штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели могут быть привлечены к ответственности с засканием административного штрафа в размере от 50 до 200 тысяч рублей. А на юридических лиц может быть наложен административный штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. То есть это существенная сумма, и мы поэтому всегда акцентируем внимание на том, чтобы вы максимально придерживались рекомендаций, требований, которые изложены во всех документах. Эти регламентирующие документы я, как только у меня появляется возможность, размещаю на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Можете подписаться на мою страничку, все документы там размещаются. Если у вас после этого еще остаются вопросы какие-либо, вы можете обратиться ко мне лично, можете написать в Ватсапе, можете написать ВКонтакте. Я отвечаю по мере возможностей, постараемся решать вопросы, которые возникают у вас в процессе деятельности. Спасибо. Жду от вас вопросов и обратной связи.